Привет, друзья! Сегодня гостья программы «Звезды Родят» Таня Ткачук, солистка группы «Моя Мишель». Я вас перебила, сори. Нет, ничего страшного, очень хорошо. Привет, значит, привет. Привет. Сегодня, кстати, знаете, очень солнечный день и очень морозный день. Что радует? Потому что при морозе воздух становится прозрачным, таким же прозрачным и прекрасным, как Танин голос. А мы сегодня поговорим о ее жизни. Милости прошу в машину. Спасибо. Какая у вас хорошая машина. Поехали на хорошей машине. Таня, вы родом из Благовещенска. Да, все правильно. Я бывал в Благовещенске, город удивительный, стоит на холме. И с него хорошо просматривается китайская сторона. Город называется, сейчас вспомню, Хэйхэ. Нет? Да, единственная поправочка на холме не стоит. Не на холме? У нас есть сопки, есть такая особенность, да. Но поскольку он у речки, на границе с Китаем, то там нет холма. Можно махать китайцам рукой. Они делают то же самое. У вас в семье машина была вообще? У меня в семье, ну вот типа мама, папа, я, счастливая семья. Машины никогда не было. У папы было два мотоцикла. У меня даже остался один шрам на ноге от одного из них, потому что я обожглась, а бак, не знала, как на него залазить. Но машины не было никогда, у меня никто не водит, ни мама, ни папа, не за рулем. А мотоцикл? Папа водит мотоцикл? Ну, только мотоцикл. Водил. Водил. Когда был юный. А вы мотоцикл никогда тоже не водили? Ой, я что только не водила. Ну, по молодости. Велосипед, самокат. Сначала самокат, значит, потом велосипед трехколесный, потом двухколесный. Обалдеть. Вот. И честно говоря, я пробовала учиться водить. Ну, как это я пробовала? Значит, приезжает мой друг на машине, говорит, а хочешь я тебя покатаю? Я говорю, да, конечно, хочу. А хочешь за руль? Я говорю, да, конечно, хочу за руль. А потом бац, он и седой, и сразу, и старый. Сразу? Сразу. И поэтому перестает быть вашим другом тут же. Потому что зачем вам старый друг? Ну, как бы, когда у человека вот такое лицо, после того, как я вожу, я подумала, что, наверное, со мной что-то не так, и водить мне не стоит. А что за машина была, вы не помните или не знаете? Я помню. Я сейчас вспомню. Так. Мне кажется, что это был какой-то старый рейнджик такой большой. Рейндж-ровер. Или японец все-таки. А, да, там же японец. Тойота. Я думаю, что, скорее всего, это все-таки был японец, учитывая, что Благовещенск. Да. Руль с какой стороны был? Конечно же, с левой. Вот, блин. С правой. У меня только с машинами плохо, но и со сторонами. Теперь вы поняли, почему я не вожу. Мои друзья почему-то делали очень обидные выводы, что водить мне не стоит. Почему? Вы же сказали, что вы великолепно водили. На мой взгляд, да. Но им что-то не нравилось. Что неизвестно, что. Мне было непонятно, да, что. Я, как все девочки, хотела водить. Подождите, значит, вы водили две машины, и обе целые. Да. Машины остались целые? Конечно, да. Чем недовольны друзья? Я не знаю. Честно. Но вы решили их послушаться, и с тех пор машину не водит? Не совсем так. Дело в том, что я практикую не только отличное вождение, но и невыключение утюгов, горящие кастрюли. То есть это хобби? Невыключенную воду. Да. Ну, то есть это такая немного рассеянность. И я стала переживать за... Ну, вообще-то по-другому называется. Называется человек-катастрофа. И я стала переживать за жизни людей окружающих. Вот. И как бы не водить – это осознанное решение. Я вот сейчас сижу и думаю, может, давайте я вызову лучше такси? Потому что... Может, вернемся домой, а то вдруг я воду забыла выключить. Я вот тут опасаюсь, чтобы у меня сейчас не вспыхнула машина. Человек-катастрофа получается. Ну, не совсем так, чтобы катастрофа. Вот вы прям как мои друзья начинаете говорить. А есть дорожные песни какие-нибудь? Я, например, я, кстати, действительно, я очень люблю road music такое. И люблю путешествия на дальнее расстояние именно на машине. И я вот себе включаю там что-нибудь типа Tracy Chapman американский, такой American Folk, такой дорожный. И все, и мне кайфово, я обалдею. У вас есть дорожные песни? Мне кажется, что все наши песни вполне дорожные. Почему я делаю такой вывод? Потому что нам постоянно присылают сториз, видео, как люди едут на большие расстояния. И типа туда-то с моей Мишель. Я, кстати, тоже сейчас хочу иметь такой сториз, такое видео. Давайте запишем. Вы сейчас акапелла можете спеть? Да. Вот, смотрите. Значит, у нас с вами тоже будет бартер. Я выступаю в качестве вашего лестного водителя. А вы сейчас мне за это споете. И я буду ехать под музыку «Моя Мишель» прямо вот в Живаго. Хорошо. Три-четыре. Ну что, в вашу копилку плюс один поклонник? Вы боитесь летать на самолетах? А летать приходится постоянно? Поскольку гастроли. Тем более, я так понимаю, что часто летаете во Владивосток. Это вообще «мама не горюй» называется туда лететь. Ну, надо как-то преодолевать страх. Ну, я знаю мужчины, у них элементарно преодолевается. Да, бутылку взял и что? И вот ты преодолел. Я не пью. Вот. Вот. Как вы преодолеваете страх? У меня была попытка преодолеть страх высоты. Я об этом сказала своему другу парашютисту. У меня есть друзья парашютиста. Так. И он сказал, тебе нужно прыгнуть с парашютом Тане. Я говорю, ты что, с ума сошел, Вова? Он говорит, нет, тебе нужно прыгнуть. И как-то утром, совершенно неожиданно, буквально через два дня после этого нашего разговора, он звонит мне в шесть или в полшестого, такой неожиданный звонок, и говорит, Таня, собирайся, мы сейчас летим прыгать. И я взяла и поехала. Было это так. Мы садимся в вертолет. Они все одевают парашюты. И в какой-то момент открывается дверь, и они все выпрыгивают. А я остаюсь в вертолете. И у меня такая паника. Такая паника, как будто, а сейчас я тоже должна буду прыгнуть. Ну, в общем, паника. Я на задний насмотрелась, как они под себя, когда ближе к земле, подтягивают под себя клеванты, чтобы снизить скорость, чтобы плавно сесть. Значит, мы поднимаемся в воздух. Видите, вы даже знаете слово клеванты. Да, я их навсегда запомнила. В этом парашюте дуб. И, собственно, прыгаю. А ветер поднялся, и меня снесло на военную базу. Да. И я упала между машиной с бензином и колючей проволокой. Вот так вот меня растянуло. Потому что в последний момент я подумала, что теперь нужно подтянуть клеванты. А на парашюте дуб, они совершенно по-другому работают. Они вонзают тебя в землю со скоростью. Вот. Я не знаю, как я не поломала ноги. Это был такой мой первый прыжок с парашютом. Сколько в результате у вас прыжков-то нет? Два. Потому что второй прыжок был совершен для того, чтобы исправить страх от первого. Но со вторым прыжком у меня все было супер. Как учат в книжках. Господи, я приземлилась в поле мягенько. Вот так вот на спину. Все классно. То есть и оба раза вас никто не выписывал из самолета? Нет. Вы сами выходили? Нет. Но когда бывалые парашютисты смотрели мой первый прыжок, они делали вот так. Господи, господи. Страхи отворачивались. Потому что мне сказали, как, ты вот так вот держись, когда, говорит, ну, выпал из самолета. А я говорю, ну, хорошо. И вот так из самолета выпала, а потом сделала вот так. И у меня клевант прошла под рукой. Ну, с тропа. То есть мне могло просто троить руку. Такой был классный прыжок. У вас такая насыщенная жизнь. Есть много общего, кстати. Потому что я тоже очень боялся высоты. И тоже для того, чтобы преодолеть высоту. Ну, сначала я начал прыгать, летать на параплане, а потом заставил себя прыгнуть три раза с парашютом. Страх высоты, я не победил. Я тоже. Это бесполезно. Это полная фигня. Фигня полная, согласен с вами. Никогда так не делайте. Да, не делайте так. Не прыгайте с парашютом. Это полная фигня. Таня, спасибо вам большое. Вам спасибо. Было весело. Ну что ж, друзья, это была программа «Звезды рулят». И гости сегодняшней программы «Звезды рулят» Таня Ткачук. Оп. Спасибо. 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 Спасибо.